Наболело, говорит Виталий Скотнов. Лекарства, которые ему выписывают, бесплатно приобрести не всегда получается. Медики ссылаются на их отсутствие. А на те, что есть, льготы не распространяются. Их приходится покупать за деньги. Причем немалые. А по-другому никак. Они нужны, чтобы жить. Да и врачи, бывает, сбивают с толку. Вот насчет юперия в поликлинике заведующий говорит, такой, как мне, нужен юперия. Нет. Есть там с какими-то добавками. Мне это якобы не подходит. Я сегодня был у кардиолога. Она говорит, это тебе и как раз и нужно. А там говорят, нет. Тебе не подходит. Да, мы запутали меня. Совсем. Руководитель Депздрава пообещала помочь. Говорит, все необходимые медикаменты на складах есть. Проблема в том, что доктора зачастую выписывают рецепты по торговому названию лекарства. Конкретной марки действительно может не быть в наличии. Но даже если имеется аналог, фармацевт не может его выдать. Сейчас составлен список взаимозаменяемых препаратов. Врачам разъяснили, что в рецепте необходимо указывать не бренд, а международное непатентованное название лекарства. Чтобы пациента не отправлять зря в аптеку, в которой, например, лекарственного препарата на данный момент нет в наличии, мы разработали функционал, что при выписке льготного рецепта сотрудник медицинского учреждения сразу может посмотреть наличие препарата. И поскольку у него есть дополнительно список по взаимозаменяемым препаратам, если данного препарата нет, то решить вопрос о взаимозаменяемости лекарственного препарата, чтобы пациент был обеспечен. Светлана Москвина рассказала, что возникают задержки с поставками сахароснижающих препаратов. Это связано с тем, что иностранные поставщики уходят с рынка. Спрос на российские аналоги высок, поэтому на торгах контракты на поставку удается заключить только с третьего-четвертого раза. Но работа проводится. В нашу редакцию пришло сообщение. Отправитель жаловался, что не может получить тест-полоски Сателит-Экспресс. Руководитель Депздрава пояснила, что на складе продукции указанного производителем действительно почти не осталось. Сейчас идет закупка. Мы имеем возможность выдать тест-полоски любого другого производителя, если у пациента есть иной глюкометр. Как правило, у пациентов, которые страдают сахарным диабетом, все-таки в наличии несколько видов глюкометров. И они, в принципе, получают тест-полоски, те, которые имеются на складе. Сейчас у нас на складе порядка 20 тысяч тест-полосок. И еще около 8 тысяч находятся в аптечных организациях. Но именно с Сателит-Экспрессом, да, проблемой будет поставка в конце марта. В Департаменте здравоохранения работает горячая линия по вопросам обеспечения льготными лекарствами. Светлана Москвина ежедневно проводит селекторы с представителями аптечного предприятия «Фармацея» по каждому обращению. Согласно установленному регламенту, позвонивший должен получить ответ в течение двух суток. Сергей Веселов, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Продолжение следует...